Наиболее действенный стоп-кран войны, как известно, оснащенная армия. Именно в этом контексте в Беларуси развивают ракетные системы. Сегодня речь идет об образце ультрасовременного оружия отечественного производства. Всего к разработке системы подключились два десятка предприятий оборонки. Построены специализированные цеха. Груз ответственности за обороноспособность страны и возможность выполнения серьезных задач по ее защите. Проверить полоность в действии военные решили в формате учений. Первый этап, как и положено в армии, марш. 46 тонн исполин может развивать скорость до 70 километров в час. Запас хода 600 километров. Одной заправки хватит, чтобы пересечь всю Беларусь. Марш прошел успешно. Никаких установок не было по причине поломок. Машина хороша в управлении, ходовые качества отличные. Одно из существенных преимуществ этого шасси заключается в том, что в его основе серийный образец. Специально для полонеза его, конечно, доработали, улучшив некоторые характеристики. Используется здесь независимая, регулируемая по высоте подвеска, обеспечивающая отменную плавность хода и прекрасную проходимость. По прибытии на позиции расчеты без замедлений готовятся к пускам. Время развертывания комплекса из походного положения в боевое не превышает 10 минут. Наступает момент истины для военных, ученых, конструкторов. Ракета вспарывает небо и уносится ввысь. Максимальная высота, которую она достигает, более 40 километров. Дальность 200. Через 4 минуты приходит информация. Цель поражена с отклонением полтора метра. Для столь мощного оружия – идеальная точность.